вот хотел вам показать что я взяла в общем смотрите палетку с тенями сейчас покажу тушь такую там были хорошие скидки и туши были в районе 400 рублей вот это по моему вообще в районе 200 и вот это вот такие вот туши вообще мне они все подходят но как бы вот эта косметика мне очень нравится и порядка вот такая вот палеточка тут тоже все мои цвета которые я люблю как вам показать чтобы было более достоверно вот наверное вот тогда вот прям мои мои цвета я очень рада что у них появились такие палетки именно с разнообразием оттенков и вот такого характера раньше по моему руби роз такие были вот все я довольна сейчас попробую тушью какой-нибудь себе ресницы накрасить ну и вообще ребят похоже я заболела здравствуйте в кадре здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет орлы сколько раз я уже поздоровался с вами посчитайте я не знаю как этот влог будет монтироваться в общем вчера когда приехали домой я почувствовал что мне чего-то не хватает будто херовато кому-то херовато я поняла что кому-то херовато начнется с горла потому что вчера побежал нос ну вот сейчас взяли примедим надо шоколку взять научит тут в аптеке такой не было очень мимо и врачи отправили нужно необходимый препарат вот и мы были в кофе слушайте купили все покупки потом уже покажу купили коврики в ванную и сейчас едем в орион в орионе тоже будут коврики но я только что вот игорю говорила слушай мы один купили в леруа под ванну он отличается от этих двух сейчас взяла под раковину и под унитаз они отличаются ну вот я и говорю слушай мне вот кофе бы мы сейчас живем в общаге б будь бы дом будь бы уже свое жилье которое там все ты знаешь что это свое вот я бы там уже занималась там подбором дизайна все вот этого подбором стилей вот это вот вот красоту бы наводила а тут мне сейчас нужно практичность практичность потому что у нас два котея и они разбрасывают свои те самые силикогель когда копают и приходится каждый день не по разу вытряхивать эти коврики у меня есть такой ручной пылесос я вам неоднократно показывала как я пылесушу и конечно классно когда вот такой ворс ноги утопают все это хорошо но не тогда когда у тебя есть животные либо эти животные ходят в другой санузел они в общей вот наши котики аккуратные они у нас не шкодливые но как ни крути вот этот силикогель он разлетается копать начинают до копать они любят прямо любят прямо копатели вот много всяких интересностей сейчас увидели в том же кофе знаете рождаются какие-то идеи в голове это хочется чтобы родился дом на квадратов 200 красивый с хорошей гостиной со всеми всеми делами так как мы хотим и тогда уже можно было бы все это дело знаете реализовывать еще желательно чтобы как это по кадастровой стоимости или как по себестоимости да знаете вот тоже ехали ездили вчера смотрели и разные коттеджные поселки и дома коттеджи участки много ездили я все это не снимала потому что надо было мы были в диалоге с галли она показывала удобно было и я вот и говорю говорю вот уже половину жизни прожита дай бог 42 года до если там отмеряно жизнью дать до 80 прожить ну вот она половина прожита и половина тот тех лет которые когда ты сильный когда ты такой молодой у тебя сил много ничего не болит спину не ломит вот этот период ты неправильно считаешь что до 18 лет вообще ничего не решаешь ну да а это считает половину твоей половины так что не половина жизни прожит 4 впереди камера контроля перекрестка ну вот теперь что времени еще его оптимист и и пессимист называется да я переживаю за то чтобы было здоровье были бы силы понимаете потому что вот сейчас многие люди тоже говорят советуют ой не берите там большой дом не это не берите двухэтажный потом сил нету желания нету это все убирать а кому останется а нам двоим то вот надо вот а уголок и больше и не надо а а нам то еще хочется пожить и пожить чтобы это все было надо мы с игорем хотим такую спальню мастер спальню чтобы у нас была отдельно гардеробная чтобы санузел был чисто наш вот вот только наше все сашки хочется тоже такого рода комнату потому что ну понятное дело когда-нибудь и сашка замуж выйдет и дети будут и приезжать она к нам будет и хочется гостевую комнату чтобы вот гости приходили потому что там где вот мы будем обосновываться да ну давайте так гости приехали пиво попили от нас такси ну в районе 100 1100 1100 я вчера ради интереса посчитал но естественно ты приложил предложишь гостям доставайтесь завтра там уедете да тебе надо где-то разместить а у тебя к примеру и сашка там например и внуки ну я считаю что нужно обязательно хорошая комната с тоже с гардеробной и санузлом для саши для нас должна быть гостевая хорошая большая гостиная имею ввиду и гостевая комната ну так там уж не распаляться но комната можно гостей могли там семья могла выночевать да я понимаю кто-то скажет века вы строите для себя не для гостей да но вот благо за этот период жизни нам побывалось удалось побывать разных ситуациях и я понимаю что гостевая комната нужно отдельно но это комфорт и нам и гостям да он нужно положить гостиной и ходить на цыпочках тебе надо ехать кофе попить да ты такой есть там а людям например жалко они раскрылись там кто в трусах то без трусов ну извините меня это же ну понимаете мы вот короче мы такие у кого-то может другой склад ума и другие потребности вот мы хотим так и хочется участок я хочу и грядки и по ходу я понимаю что может быть и тепличка какая-то небольшая будет хочу хвойные туи хочу хочу чтоб терраса была хочу чтобы мангальная зона была игр вообще сам хочет мангальную зону собрать с печугой да с мангалом вот баньку наверно поставить ну и душа сибирская как короче вот это все я сейчас понимаю закатай губу мы хотим мы стремимся мы работаем может быть это сбудется очень бы хотелось и вот я себя настраиваю на то что сейчас надо активно работать активно зарабатывать с ипотека у нас получилось нам одобрили потом случился пролет пролет по технической как-то по техническому отказу потому что тот кто брокер заполнял заявку допустили какую-то ошибку и у меня фактически висит что якобы как выдана ипотека но выдать они не могут потому что она в техническом отказе понимаете еще надо с этим разбираться короче у нас нас такие тут разочарования постигли и так это все было тяжело душевно переносить представьте тебе одобрено ипотеку у тебя уже должна начаться стройка строится дом бы уже по по сценарию должны были перед новым годом да ну декабре уже в декабре бы нам бы сдали бы дом и мы хотели уже приехать и в нем отметить новый год так чтобы это было уже традицию по колхозному на газетке но в своем доме вот но судьба распорядилась иначе мы долго переживали особенно я очень сильно переживала у меня сопли поэтому я не плачу меня я болею но и в общем я очень долго это переживала вынашивала меня эта ситуация злила меня прям это сильно подкосило и по здоровью и прикиньте мечта рухнула как вот так этому ты будешь относиться естественно будешь переживать и через себя пропускать но потом посели поговорили пообщались семьей значит наверное так надо значит какая-то другая участь там уготовлена и у бога на нас другие планы в общем то вот в принципе сейчас мы вот с этой мыслью живем слава богу землю мы купили как вы уже знаете мы уже вам рассказали полностью она наша а дальше остается работать и вот я думаю что надо да первоначальный износ какой-то нам надо сейчас электричество на меня подвести сначала электричество на землю а потом уже думать чего дальше дальше пока сложно говорить потому что как-то у нас жизнь преподносит сюрпризы вот сейчас так а завтра может знаете оказаться все иначе либо хорошо либо никак вот так что делитесь своими мыслями и что вы думаете по этому поводу на этот счет какие у вас были истории как вас жизнь от чего-то уберегла судьба а что-то подарила наградила может быть от него это жизнь наверное поэтому вот хочется пока ты вот еще в силах пока у тебя еще вот есть эти силы успеть максимально сделать то что необходимо и что отнимает большую часть вот именно твоего как-то нездоровье а к чему требуется здоровый организм здоровые силы и позвоночник вот так да в огороде покопаться тоже хочется вот съездили вчера туда в сторону московского тракта вот у людей еще они не заселились да а у них уже грядки стоят и уже там кабачки там вот все вот это так приятно не знаем для меня приятно хотя я прекрасно помню то время когда у нас был свой дом свой огород свое хозяйство и я мечтала просто уехать жить в квартиру чтобы этого ничего не было и больше никогда в жизни не а сейчас хочется идти к земле потянула у Игоря был такой период не 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 какая дочь а сейчас ему тоже уже хочется ну да это видимо как-то вот цикличность жизни она вот нас подготавливает вот почему иной раз нас дети бесят да вот когда ты с детьми живешь и они такие бесячие ты думаешь скорее бы скорее бы ты куда-то свалил это нас жизнь до готовит чтобы нам безболезненно было разлучиться со своим ребенком да впоследствии уже может быть ну вы поняли короче так что не все просто так делается на все на все у бога есть свои планы а мы должны жить так владу совестью и замечать его подсказки где-то не напирать где-то наоборот ускориться но это так сложно конечно вот так что едем мы дальше просто хотим погулять варен так а это будет тоже для меня но будет во влоге в общем такой диван попался знаете на вид вот я бы не сказала что он прям ну все вау прыгнул глаза и хочется но вот посидев функционал мне понравился особенно вот эта манка здесь он модульный можно по всякому по всякому как хочешь его вертеть крутить и я к чему к тому что вы увидели вещь если она на вид вам не понравилась ее нужно примерить так и конечно для себя надо будет оставить вот такие вот размерчики 4 метра с копейками но понравился цвет и он очень удобен спина прям балдеет и отдыхает такая классная вещь ну и получается издалека он так вот выглядит слушайте да он хорошо выглядит вот это важное место в доме в гостиной это то вот где вы будете все вместе ну по крайней мере у нас вот так не кто-то там знаете на на пуфите где-то далеко а тут вот все вместе и семьей вообще классно вот еще неплохой диванчик смотрите вон полка вот здесь он не занимает много места но здесь можно тут прилечь полулечить тут прилечь и тут прилечь я вот смотрю вот так чтобы мы втроем могли развалиться но неплохой мне он тоже понравился такой диванчик цены на него нету а это представная полочка но тоже вариант неплохо ну диванчик такой нигде ничего назвать этот это видео диваны здравствуйте оценник сбоку 600 у него получается стоимость 600 ну вот за счет его тоже этой компактности я вижу вот ножки и у него тоже поднимается сидение хранение обе амбис а я под атаманкой ну вот а зато тут нет хранения но видите стоимость больше но он компактный тоже интересный мне понравился я его еще сверху сниму как выкройку может быть кто-то по заказу делает но вот мне его компактность понравилась вот такой он симпатичный ну девочки больше чем полмиллиона диван это шибко мне кажется очень шибко но он прям классный прям вообще запал называется мне душ а вот тот диван в углу который мне понравился который такой более семейный ну вот может быть этот больше места не знаю занимает а может и столько же но вот тот как так покомпактнее больше чем полмиллиона ребята и это конь тут конечно много всего кровати того чего вот сашки может я такую но посерее вот как тот цвет смотрите какая классная спальня здесь туалетный столик и смотрите какая красота красота вот мне было так вот вы хотелось конечно полочки полочки открытого типа вот здесь здесь вообще это вот то что мы сыграли смотрели я бы хотела такие бы вещи под потолок наверно то есть еще в один ярус а здесь за спиной вот как у нас ящик туда постельная складывается на кровать отодвигается у тебя еще здесь полка в общем такая штучка хорошая и здесь это а а есть вот где-то в буклетике им нас может любой ну я просто думала что где именно спальня представлены вы видите идет спальня и гостинная молодежная и все в одном из плетени то есть я выращиваем а вот 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 она здесь тоже не фото где здесь молодежь нет вот она все несколько штук возьму чтобы не потерять вот это спальня классная и цвет то что то что хочет понимаю если планируете в дальнейшем устроиться дома тем более шатуру мы знаем давно и хорошо игорь отойди я запечатлею спальню нашу это пока под вопросом еще вот мне нравится что шатура стала современной смотрите сейчас отобью подальше вот например где-то часть в коридоре до коридора где-то часть может быть если есть сложная гостиная вот создать такие шкафчики поставить тоже интересно вот это не в моем вкусе конечно спальня понравилось но она глубиной 40 сантиметров да а нам бы хотелось 60 море диванов просто море интересно что у нас здесь тут текстиль ну тут нет посмотрим что здесь стол и стулья ну тоже немаловажно ну пойдем пройдемся а дядькова мебель тоже знакомые нам производители и дядькова и шатура вот стол подбирать это я знаю такая тяжелая история да игорь мы как-то с тобой задачивались это нелегко такая детская симпатичная ну в смысле многофункциональная ну да ну да и подстолье удобно знаешь когда начинаешь на куда-то пристраивать сидишь и пристраиваешь елозишь елозишь шоруделка так и здесь тоже гостиная пошли ну пойдем тоже пройдем смотри тоже интересный столик но а ну вон же зеркало есть шкафу вот интересно и вот мне нравятся углы ногами не оббиваешь ну симпатично да о нас тут ожидала приятность с подсветкой довольно таки вместительным я сейчас на орион всю батарейку высажу друзья поэтому не буду сильно много снимать буду экономить но знаете что много сейчас нашей современной мебели прям красивый девочки заехала взяла террафлю а и смотрите вот сашка мне это сказал вот мам давай вот это ну просто саша там посоветовала сейчас с врачами сашка в больнице сейчас подрабатывает и в общем она вот это вот дело спросила сказали с анестетиком вот эту вот вещь еще знаете взяла вот террафлю тоже в аптеке спросила чего лучше она говорит ну вот террафлю будет все таки помощнее чем всякие антигриппины колдрексы и все остальное это так если надо продержаться где-то там знаете на работе там еще что-то в дороге ну в общем вот взяла на ночь приму так что девочки кто болеет всех всем желаю здоровья ну и вы мне пожелайте тоже скорейшего выздоровления буду лечиться мы уже побывали в коллинзе я себе сделала покупку ну такую знаете вышло нормально сейчас мы в фамилии Игорь ныряет смотрит в куртейке себе под размерчик роняй глаза как же тебе идут белые светлые цвета ну-ка покажись а застегнись а застегнись у меня там сумка давай сними сумку потому что так сложно посмотреть а застегнись я не буду его вот так Игорь аж жаба сидит и душит его душит и душит она у него там так разрослась вообще корни пустила мне кажется длина не твоя тебя как будто бы мама в школу отправила или в садик длина не твоя в общем нет жаба удовлетворена походу но судя по твоей улыбке жаба довольна девочки купила специально сегодня домашнее масло здесь производители гурманы Шимский район и хочу с галеным хлебом вот прям с маслом с галеным хлебом и с солью масло домашнее надеюсь будет вкусно попробуем я прям несколько дней хотела эту солью что ты попробуешь масло а ну и что ну масло пахнет маслом это странно сейчас попробую так ведь не должно быть соль но все мы все изрядно позабыли вкус домашних продуктов вкусно попробуешь правильнее я тебя отдельно намажу я то я сопливая угу перфекта вкуснятина галичу заказал сливки домашним маслом и сметанку домой повезу саши девочки тюмень и кто вот будет гостем тюмени хлеб просто обалденный мы настолько в него влюбились это вот печет наша галя она мы вместе работали когда-то в телекомпании и сейчас она уже пару лет как переехали в тюмень у нее своя пекарня и ремесленная пекарня печь город тюмень несколько точек друзья я вам оставлю ссылочки внизу под описанием если вы хотите крутого классного настоящего прямо от настоящего хлеба вот серьезно к ней вчера было немножко рыбки я порезал этот хлеб и мы с игорем покушали и он говорит этот хлеб сам по себе деликатес к нему даже ничего не нужно и да это единственный хлеб у которого от которого черный хлеб у меня нет изжоги другого в ленте вот бородинский беру черный еще где-то помню брала серый у меня изжога прям а тут мне нет изжоги от хлеба представляете от этого это просто такая вкуснятина тонким слоем это кайф в общем девчонки ссылки будут в описании вы должны это попробовать ржанопшеничный обалдеть друзья мы уже пришли в наше полюбившиеся место второй раз сюда приходим с нами еще будет наша подруга альфия мы ждем обновили меню сейчас вам покажу где это записывайте а делать паузу останавливайте будет qr-код какие тут хинкали какая чача какое вино какие салаты просто приходите в город вот сейчас я вам покажу и ссылки будут внизу тоже в описании это заведение называется в гостях у шефа грузинская кухня вот вам поближе ставлю все координаты здесь вот qr-код в общем записывайте успеваете и сейчас вам продемонстрирую возможно что то уже вам приглянется и вы по крайней мере уже будете ориентироваться что вас здесь будет ожидать здесь хинкали кстати дешевле чем вчера были и здесь гарниры в общем это надо пробовать вот это вообще огонь пришли огонь качапури и смотрите вот как правильно все таки его доготовить получается потому что многие даже понятия не имеют как по правильному это блюдо после приготовления доготавливается уже при подаче так умело ловко сыр тянется такой сыр только из такая как-то тяночность только из хорошего качественного сыра будет так что теперь знаете если вам принесли просто с яйцом подали качапури это неправильно аутентично именно такая подача спасибо спасибо пришли шампиньоны это уже под сыром такой аромат все дорогие друзья мы будем пробовать все дегустировать и вам желаем приятных аппетитов а какие тут хинкали просто огонь девочки чтобы вы понимали это у нас на троих уже вторая тарелка это уже с бараниной господи это просто произведение искусства но правда такой пар идет я думаю вот вот вам все запахи отправляю ароматы тепло присоединяйтесь и 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